Девушки отдыхают 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 однако в данном ходатайстве мне также было отказано указав на то что якобы очень долго был делался перевод хотя переводчик подтвердил что он еще полтора месяца назад сдал переводы потом указали на то что якобы долго искали беляловыми это и не знали куда отправлять данный перевод вот по этим основанием как бы было отказано условия содержания аналогичные как у марлена асанова это спецблок где они где они находятся вдвоем под усиленной охраной состояние здоровья удовлетворительно единственно прошлой неделе у него были проблемы с желудком об этом он говорил и на свидании когда я был на этой неделе у него в понедельник в следственном изоляторе ростова также он говорил об этом и сегодня а так конечно же благодарен всем кто не стоит стороне кто приходит поддержать его на судебные процессы кто поддерживает его семью выражал огромные слова благодарности и передавал всем большой селям по поводу того что сказал мой коллега переводчика до что якобы из-за переводчика с настолько затянулось это рассмотрение наверное такое богатое государство как россия которая прощает многомиллиардные долги африканским республикам может нанять 3 10 20 даже 100 переводчиков которые бы за один день переводили все что надо и ничего права бы в этом смысле не было бы нарушено ну смешно конечно говорить и перекладывать когда целое государство перекладывает вину на одного переводчика который якобы вовремя что-то не перевел это ну по меньшей мере смешно было рассмотрено апелляционная жалоба на продление ареста моему подзащитному марлену осанову нужно отметить что это продление проходила аж 5 августа 2019 года и вот только в октябре в конце октября месяца верховный суд рассмотрел эту апелляцию что тоже безусловно является отдельным нарушением конечно же апелляционная жалоба осталась без удовлетворения сегодня судебном заседании марлен осанов заявил что это лишь формальный суд потому что прекрасно понимает что дело их уже передано в южный окружной военный суд что дело рассматривается уже по существу и иного другого решения кроме как не удовлетворить нашу апелляцию этот суд не примет он сказал о том что вопрос международного права применения 4 женевской конвенции тоже должен быть рассмотрен в этом суде сказал что невзря президент россии сегодня инициировал вопрос выхода из 4 женевской конвенции как известно и о том что долгое время они находятся абсолютно незаконно необоснованно передавал всем салам кто интересуется их судьбой кто готов приходить и так далее также суд прошел закрытом режиме я считаю что абсолютно необоснованно и об этом мы с марленом осанов говорили также в судебном заседании суд отказал даже оглашать итоговое решение в открытом заседании что касается условий содержания марлен осанов находится на так называемом спецблоке под постоянным видеонаблюдением их там двое в этой камере вот был некоторый конфликт по поводу ношения бороды как это говорится вот с администрацией следственного изолятора ростова сизо 1 но на данный момент как пояснил сулема нога как бы исчерпан говорит пока по этому поводу вроде бы претензий нет я объяснил почему и из-за чего я ношу бороду и так далее то есть вроде бы как администрация сизо пошла по этому вопросу на уступки здоровье по здоровью есть некоторые проблемы в том числе стоматологического характера ему надо сказать оказали первую помощь там по лечению зубов но этого недостаточно необходим квалифицированный врач отдельный врач который должен зайти к марлену осанов и сделать уже к ну осмотр подробный да так скажем по поводу стоматологии вот а так ну в хорошем расположении духа как всегда улыбается и вот огромные слова благодарности передавал всему джемату всем тем кто интересуется их судьбой кому не безразлично вообще положение сегодняшнего народа и так далее чок саунский ген учен м Субтитры создавал DimaTorzok